Сладкий утенок Рамзана Кадырова При этом на участие сладкого утенка в соревнованиях не было, жеребец-отскачек все равно был отстранен. Официальная причина, что его представители не явились на некую комиссию по получению лицензии на участие в соревнованиях, а в другом штате Нью-Йорк после тех же самых консультаций с Госдепартаментом еще не отменили, но уже отложили на неопределенное время эту самую комиссию. Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альвий Каримов в телефонном интервью «Дождю» высказал уверенность, что кентукийцы на самом деле бросили вызов не Кадырову, а России. Все формальности, которые предусмотрены в каких случаях, они соблюдены. Впервые в истории конного спорта нашего отечественного наша российская лошадь наняла второе место в Дубае, первое место в Сингапуре. И кто-то чувствует, что появляя Россия становится серьезным игроком на этой поле, и они этого не хотят допустить. Альвий Каримов добавил, что знает всех лошадей, которые должны были состязаться со сладким утенком, и у них не было шансов прийти первыми. Утенок не иначе, как золотой. Кадыров купил его в марте за 4 миллиона долларов, как сообщают СМИ. Это, кстати, не первая уже неприятность, с которой сталкиваются Кадыров и его скакуны. В 2009 власти Австралии прямым текстом заявились, что им будет неприятно, если мельбурнский забег выиграет жеребец такого человека, как президент Чечни. Правда, с забега лошадь снимать не стали. Она тогда пришла третья и заработала своему владельцу около полумиллиона долларов. Кадыров уверяет, что тратит все выигранные на скачках деньги на благотворительность. Правда, умалчивает. На какие средства он покупает лошадей? Продолжение следует...